Молодежные новости на телеканале Утрар выходят при поддержке Высшего педагогического колледжа Шумкент. Всем привет! С вами «Единное время» молодежных новостей и на телеканале Утрар. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных новостей. Сегодня отмечается Международный день бокса. Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до нашей эры, когда кулачные бои впервые были включены в программу античных олимпийских игр. В современном виде бокс родился в Англии в начале 18 века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошел в список олимпийских видов спорта с 1920 года. Несмотря на то, что бокс – это зрелищный и захватывающий вид спорта, он несет в себе и риски, связанные с травмами. Спортсмены должны проходить медицинское обследование, а тренировки важны для поддержания формы и защиты от травм. Бокс – это сложное и многогранное искусство, которое требует от спортсмена не только силы и ловкости, но и умение мыслить стратегически. В этом году на Олимпиаде в Париже отличные результаты показали наши казахстанские боксеры Нурбек Уралбай и Назен Позайбай. Для Уралбая Олимпиада Парижа стала дебютной в его карьере. Его серебряная медаль стала седьмой наградой для сборной Казахстана на Играх 2024. Государственных служащих нового формата отбирают в Шемкенте. В мегаполисе прошел финальный этап отбора кандидатов региональной кадровой резервы. Заявки подали действующие чиновники, а также кто планирует впервые реализовать свои идеи в новом Казахстане. Подробнее расскажет Нурай Исаева. Как привлечь инвесторов, создать условия для развития успешного бизнеса в Шемкенте? На этот вопрос отвечает Дошан Алибеков. Парню 27, он уже работает в Министерстве промышленности страны, решил попытать удачу попасть в кадровый резерв президента. При этом работать Дошан хочет в Шемкенте. Кандидату хватило пяти минут, чтобы представить свой проект. Я в течение пяти минут кратко и ясно постарался донести свое видение о важности привлечения инвестиций в Шемкент. Идей много, я благодарен, что меня выслушали. Я поделился двумя направлениями по развитию промышленности и строительства. Все кандидаты сильные, в любом случае примем все усилия, все меры, чтобы исполнить все поручения. Возможно, где-то сильны, где-то слабы, поэтому заранее ничего сказать невозможно. Среди кандидатов, а их около пятидесяти, есть и те, кто представили свое видение социальной защиты населения, подняли проблемные темы, но не представили решение проблем. Эксперты считают, каждый кандидат должен не только показать себя, но и представить варианты решения озвученных проблем. На данный момент имеются 47 кандидатов, из них 30 попадут в резерв. Я как эксперт оцениваю полезность предложения и делюсь своим впечатлением от задумки и дальнейшей ее реализации. Я считаю, что чиновник должен быть открытым, оправдывающим надежды своего народа, который не только говорит, но и делает. Новый Казахстан, новые люди, новые чиновники. Госслужащие нового формата должны быть честными и работоспособными, говорят в народе. Люди считают, вся надежда на молодое поколение, но есть и те, кто с этим не согласен. Просто надо дать молодежи возможность, мы проявим, покажем себя. У молодежи креатива больше. Мы знаем, что это невозможно, но мы стремимся сделать что-то возможное. А у некоторых закалок, ну старые школы, делать надо, если есть возможность. А как бы не рискуют. А у молодежи мы любим рисковать и можем сделать. А кому еще, если не молодому поколению? Мы каждый день ходим гулять в парк Абая. Вот прекрасный парк. И там почему-то экономят воду, что ли, и прямо розы стали совсем другие. Ну как минимум, что в глаза бросается. А так все прекрасно. В регионе вполне возможно. Относительно новостроек и так далее. Даже взять тот же Арбат. Всегда прибрано. В городе изменения, ну, у нас довольно много светофоров, довольно крупные пробки для вождения. Бывают, перекрывают улицы, довольно большие заторы. Просто хотя бы посмотреть за настойкой светофоров так, чтобы движение можно было урегулировать куда лучше. Да, чтобы было удобнее. Как и пешеходам, так и тем, кто за рулем. Основная цель этой инициативы – создать эффективные кадровые резервы на местах, которые позволят привлечь высококвалифицированных специалистов для решения актуальных задач социально-экономического развития регионов. Результаты последнего этапа отбора будут опубликованы в ближайшие дни. Кто станет госслужащим нового формата, пока не ясно. В нашей рубрике «Смешные вопросы» моя коллега Ариадна Санти-Тити провела увлекательный опрос среди преподавателей музыки. Давайте послушаем результаты. Было ли желание когда-нибудь кинуть фортепиано своего ученика? Конечно, такого не было, но иногда бывает то, что я выхожу из себя и хочется поругать ученика, но прям фортепиано кинуть – нет, такого еще не было. Нет, не было такого желания. Нет, такого не было. Есть ли музыка, которую вы ненавидите, но играете? Нет, такой музыки нет, да если мне музыка не нравится, я ее вообще не играю. Да, есть. Но я не буду говорить, какая это музыка. Такая музыка есть. Это техномузыка, которую обычно ставят в клубах в Европе. Терпить могу. Педаль у инструмента – это тормоз или газ? Педаль у инструмента – это, конечно, и не тормоз, и не газ, а инструмент, который подает, делает звук либо громче, либо же мягче. Для меня это газ. Почему нот 7, а клавиш много? Потому что они все звучат по-разному. Есть одна нота, которая может звучать и повыше, или же пониже, и там идет из-за этого клавиш больше. Там черный клавиш – это либо звук понижает, либо же понижает. Не знаю. Потому что тонами все разные. Например, если возьмем ноту ми, в начале инструмента звучит очень низко, но в конце инструмента очень высоко. Есть ли жизнь после сальфеджио? Есть ли жизнь после сальфеджио? Нет. Есть. Для меня нет. Терпеть не могу сальфеджио. Зачем нужно пианино, если есть электронная музыка? Зачем нужно пианино? Пианино – это вообще классика. И звучание пианино ничему не сравнится. Ну, пианино для того, чтобы ты сам попробовал это сыграть, чтобы сам почувствовал, каково это. Потому что пианино – это живая музыка, без каких-то музыкальных добавок. Но если возьмем синтезатор, то это не живая музыка. Я люблю играть на деревянных пианино, деревянных инструментах, акустических. Сколько калорий я сжигаю за один урок, и можно ли использовать место в спортзале? Так. Калорий вы не сжигаете в целом. Но, конечно, как в спортзале, вы не будете сжигать столько калорий, как на занятиях. Но, мол, вы очень хорошо поработаете головой. Ну, за один урок вы калорий точно не сжигаете. Вы, наоборот, наслаждаетесь этим моментом, то, что вы вот играли. Когда вы играете, вы не сжигаете калорий. Вы просто сжигаетесь музыкой. Можно ли считать ошибкой, если никто не заметил? Так, в музыке в целом, да, можно сделать так. Так, к этому есть специальное название. Я чуть не забываю, сейчас забыла. Вы можете сделать ошибку и не подать в виду, и дальше играть. Главное – продолжать. Да, можно. Нет, это простительно, я думаю. Если я собираю бусы, могу ли я закончить урок раньше? Нет. 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 Должно отсидеть до конца. Время молодежных новостей подошло к концу. С вами была Дина. Желаю вам всем продуктивного дня и увидимся в следующем выпуске. Лучший педагогический колледж Шумкент уже 20 лет осуществляет свою деятельность в сфере технического, профессионального, послесреднего образования. Обладает квалификациями прикладного бакалавриата. Имеет большой опыт международного сотрудничества с образовательными организациями стран Европы, Великобритании, США, Турции, Азии и стран СНГ. В 2023 году успешно прошел институциональную аккредитацию и государственную аттестацию. Выдается диплом государственного образца. Улица 8 марта, 22. Телефон 506-136. Телефон 506-136. Телефон 506-136.